Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Корею! Говорить я хотела бы с вами о том, почему в Корее у меня нет подруг. Меня часто спрашивают в ваших видео, в основном появляется ваша семья, родственники, друзья мужа, а где же ваши личные друзья, где же ваши близкие? Ну, про родственников я уже говорила, что мои родители и близкие, они просто такие люди не публичные, они не хотят принимать участие как-то в видео и сниматься. Но в целом ответ очень прост. Мои близкие действительно где угодно, только не в Корее. Причем сейчас это уже от Канады до Москвы, по всему миру. Но здесь я должна сразу, наверное, объяснить и сказать, что я в целом просто такой человек, я человек ближнего круга. Мне не нужно 150 знакомых, мне нужно несколько, я думаю, таких людей не может быть много, несколько, но очень близких друзей, друзей, которые вот на уровне семьи для тебя. Это мой ближний круг, я его скрупулезно как-то выбирала, это мой дар. И в Корее этих людей нет, это факт. Но здесь я при этом хотела бы не согласиться с теми иностранками, а я очень часто это слышу, причем не только от русскоязычных иностранок в Корее, которые говорят, что с кореянками дружить нельзя. Но вот как-то построить с ними какие-то близкие отношения, хорошую такую дружбу не получается категорически. Они как-то странно реагируют на что-то, они пропадают, они могут договориться с тобой о встрече и не прийти. Такие истории тоже довольно часто я встречаю. Мой опыт, он другой. Я сейчас им хотела бы тоже поделиться. При этом действительно близких подруг или даже знакомых отдельных, вот чтобы как-то стыгью это никак не было связано, чисто только мои знакомые, а у меня сейчас в Корее нет. Так получилось по нескольким причинам. Во-первых, в начале, помните мое видео, как я сбежала из Кореи, действительно первые несколько лет были тяжелыми психологические, физические, адаптация, две беременности подряд, роды. Я все время одна сидела с этими двумя детьми маленькими, то есть 90% времени я проводила с ними одна. Я как-то, наверное, немножко закрылась, не было каких-то общих точек соприкосновения, где я могла бы познакомиться с кем-то, общаться именно с местными. Поэтому только вот все ограничивалось с семьей и его друзьями. А дальше я уже стала вести разную профессиональную деятельность в сети и постепенно ввести свой блог, и мое общение в интернете, оно тоже все разрасталось, разрасталось. Но сейчас, если говорить о сейчас, то это вообще, это, я не знаю, более тысячи, может, тысячи-полторы сообщений в день, которые я получаю. Я, конечно же, не на все далеко отвечаю. Я не все даже сама просматриваю, но все равно есть вещи, с которыми я постоянно, все равно сотни сообщений, с которыми я ежедневно взаимодействую. Это наши ученики, это подписчики, это лички, которые я проверяю. Ну, там, в Инстаграме, допустим, я сама проверяю личку, там, почта, там, одна, вторая, проект-мастера, с которыми мы сейчас тоже общаемся с каждым лично. То есть это несколько часов прямого общения с людьми, самыми разными людьми, с которыми я очень симпатизирую, но это вот такое вот общее взаимодействие, его очень много. И, конечно, после такого объема, после такого напора, мне уже просто хочется остальное время посвятить семье, детям. И плюс у меня есть такая специальная программа, где я отмечаю, на что я трачу время. Так вот, около часа в день я трачу на общение с близкими. Я имею в виду здесь с близкими, которые далеко от меня. В WhatsApp мы общаемся с помощью аудиосообщения, это очень удобно. Мы все время на связи, мы про друга все знаем, но это тоже будет... То есть я, ну вот, считайте, час где-то в день провожу, общаясь с этими людьми. Это не то, что они просто где-то есть и все. Ну вот время-то оно же 24 часа у нас только в сутках. Поэтому так и получается. Потому что в целом, когда дети пошли в сад, когда дети пошли в школу, я общалась немножко с мамами, там, сям. Если бы у меня была потребность вот так вот просто, да, ну, чтобы с кем-то куда-то сходить, встретиться, то меня приглашали, я так постепенно стала как-то вот отдаляться, отдаляться, от этого, потому что просто мне было жалко на это время. Но у меня был опыт, который начался еще в Китае, когда мы учились в Тегю. И этот опыт убедил меня в том, что на самом деле близкие дружеские отношения могут возникнуть с кем угодно, и в том числе и с кореянками. Для меня это абсолютно реально, нормально и возможно. Потому что у меня была однокурсница, девушка-кореянка, с которой мы вместе учились в группе вот в Китае в университете. И мы, ну не то, что мы много общались, но как-то мы близко, очень душевно общались. И она мне подарила, мы уже потом тогда стали встречаться с Тегю, тоже она знала. Когда мы разъезжались, она мне подарила такую интересную фотографию, она мне подарила свою фотографию. И фотографию скамейки, там такое место романтичное у нас было в кампусе, она еще, вот снег, фотография такая, заснеженная скамейка. Говорит, на этой скамейке я часто видела, как ты сидишь. У меня эта скамейка ассоциируется с тобой. Я тебе хочу. У меня будет такая фотография, у тебя будет такая фотография. Вот такой был, ну для меня очень трогательный жест. Но она живет в Пусане. И, конечно, когда я, потом мы с ней общались, переписывались, потом я же очень быстро приехала в Корею после Китая, буквально там через несколько месяцев. Я ей написала. Она даже как-то приезжала в Сеул, мы с ней встречались. Причем уже Давид тогда был, да, то есть еще прошло какое-то время. Ну мы немножко с ней переписывались, но все-таки переписываться совсем по-китайски, наверное, было трудновато. По-английски тоже там. Уже потом я стала говорить по-корейски, мы стали общаться. Ну в общем, конечно, расстояние это расстояние. Но я помню, что это тоже уже было, наверное, пару лет прошло, я здесь жила в Корее, может быть больше. В общем, в какой-то момент мне стало так. То есть мы общались, ну вот так вот, да. Мне стало как-то так одиноко, так грустно. Причем я помню, что это было в метро. Меня просто, что называется, прищучило. И я, у меня был ее телефон, я взяла и послала ей смс-ку. Она начала на дом умерло. Такая короткая просто смс-ка. Ты знаешь, мне так одиноко. Она мне тут же перезвонила из Пусана. Просто вот тут же человек отреагировал. Она мне тут же позвонила. Минут 20-30 мы с ней разговаривали. Я помню, она просто в метро по станции нарезала такие круги. Потом ушла куда-то где, знаете, на станциях иногда бывают места, там уже такие более технические, где никого нет. Там, значит, маячила, здесь маячила. Мне кажется, меня там странно стали смотреть на этой станции. Немножко даже поплакала. В общем, она меня так поддержала. Она меня так душевно согрела. И она была вот, ну это такой человек еще, да. Вот она была готова в любой момент. Просто когда, если я ей нужна, наоборот, если она мне нужна, да, появиться, помочь, поддержать. Я до сих пор помню этот момент. Я безумно ей благодарна. Но потом просто, ну вот, как-то так вот сложилось, что мы, в общем, из-за этого расстояния и всего прочего стали меньше и меньше общаться. Дети, время и так далее. Вот так. Но вот опыт таких близких, если бы она жила в Сеуле, я просто абсолютно уверена, что мы бы продолжали общаться. И мы были бы сейчас уже тоже с ней просто вот близкими друг другу людьми, близкими друзьями. И вот да, у меня был такой опыт. Поэтому, исходя из этого опыта, я считаю, что это не совсем верно. Говорить, что вот, а, вот с ними так нельзя. Просто нужно найти своего человека. А совпадение, да, между людьми, это же всегда довольно такая редкая вещь. И всегда очень... Если это случилось, то это очень здорово. Но это бывает не так часто. Другое дело, что всякие культурные моменты возникают. То есть нужно хорошо понимать, чувствовать язык, хорошо знать и так далее. Поэтому я понимаю эти трудности. Я не говорю, что люди здесь что-то там обманывают или придумывают. Я понимаю эти трудности. Но мне кажется, что вот прям вот такой отрезали. Нет, с ними вот так нельзя, потому что они кореянки. Нет, я так не считаю. Ну вот у меня такая история. Я хотела с вами поделиться. Спасибо вам, что дослушали, досмотрели до конца. Обнимаю вас. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...